всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я предлагаю вам поговорить о том что на сегодняшний день можно купить на алиэкспресс и стоит ли вообще это все покупать я вам хочу показать свои последние покупочки вот они посылки у меня которые пришли за последнее время а также поделиться впечатлением от использования каких-то прошлых покупок все покупки которые сегодня мы с вами будем рассматривать это товары для рукоделия для вязания для вязания на машине для вязания руками и так далее сегодня как раз у нас 11 11 то есть на алиэкспресс как раз проходит самая большая распродажа и возможно вы ищете сегодня чтобы такого прикупить полезного нужного и сэкономить денег и если даже вы открыли это видео чуть позже и не успели купить товар 11 ноября то не отчаивайтесь на алиэкспресс осенью и перед новым годом бывают очень большие распродажи так что давайте смотреть что же я вам сегодня хочу предложить освобожу сейчас все из этих пакетов чтобы не шуршать и не занимать ваше время и так давайте рассмотрим мои последние покупки на тему машинного вязания ну давайте начнем наверное с планки это основное самое основное что необходимо проверить если вдруг ваша машина плохо стала вязать и это первое где необходимо искать неисправность всегда в первую очередь проверяется планка это поролон запасная лента поролона для планки к машине эта лента похожа на утеплитель для окон но тут поролон немножко плотнее почему я знаю потому что сразу как только я купила машину мне необходимо было заменить планку и я первое что нашла это тот утеплитель для окон через две недели мне пришлось снова менять поролон на планке поэтому даже не тратьте деньги не берите его вот эти вот поролоны с алиэкспресса хорошо себя зарекомендовали я поставила ну вот последнюю ленту месяц назад пока она в отличном состоянии так про это сказали далее значит я заказывала перфокарты на алиэкспрессе это чистые карточки перфокарт для того чтобы самостоятельно изготовить перфокарту с узорами заказала чтобы сравнить с теми которые я покупала у нас здесь в россии но вот смотрите они по размерам и по каким-то другим параметрам совершенно не отличаются вот один в один все как надо все дырочки совпадают единственное что здесь цвет вот этой перфокарты немного такой сероватый а это более белого цвета и наверное вот здесь пластик чуть-чуть плотнее чем чем у этой карточки вот так же брала на алиэкспресс и посмотреть что это такое сравнить перфокарты вот в таком рулоне по размерам перфокарты похоже все соответствуют все отверстия единственное что нужно будет вот здесь вот подрезать вот эти вот уголочки в общем тут чуть-чуть потребуется по по толщине наверное это перфокарты такая же как вот с алиэкспресса ну совершенно минимальное отличие поэтому если есть разница в цене то стоит заказать на алиэкспресс так перфокарты показала дальше на алиэкспресс можно много найти вот таких вот отборных линеек которыми выставлять иглы намного удобнее и быстрее вот если вдруг у вас в комплект машины ну с рук купили или еще как-то не достает каких-то декеров их можно купить точно также на алиэкспрессе то есть вот такие вот стандартные декеры их там полно также вот эти нити уловители можно купить спокойно на алиэкспресс очень много различных грузов там есть вот такие вот крабики кошки как их называют если есть необходимость докупить имейте ввиду эти грузики там на алиэкспресс тоже есть еще я купила вот такой декер сейчас покажу смотрите я купила себе вот такой вот мультифункциональный декер то есть с одной стороны у нас одна игла идет с другой стороны 7 штук можно работать сразу семью иголками можно их вот так вот убирать если они вам не нужны то есть если надо три петли перемещать выдвигаем 3 петли если нам нужно 6 петель одновременно переместить выдвигаем 6 либо 7 но вот максимальная 7 здесь вот так вот фиксируются и они уже никуда не задвигаются хотите переставить убрали лишние иголки закрутили все вот такой вот функциональный предмет для вязания на машине есть на алиэкспресс так продолжение темы о перфокартах то есть раз перфокарты у нас нужно как-то дорабатывать да то есть свои узоры на них делать то есть для этого понадобится вот такой степлер я уже сделала одну перфокарту то есть я тренируюсь потихонечку посмотрите это все набито вот таким степлером о том как это делается и где искать узоры я думаю запишу отдельное видео и мы с вами уже более подробно поговорим о перфокартах короче степлер мне понравился работает хорошо дырочки прокалывает ровные здесь есть иголочка и когда вот тут вот подводите вот в каждой перфокарте сейчас поближе поднесу видите есть дырочки небольшие вот и вот эта иголочка вставляется в дырочку и за счет этого отверстия которая прокалывается дыроколом располагается ровно при ровно вот в этом квадратике ну и теперь коротко о том что я бы посоветовала из тех товаров которые у меня уже есть давно например вот этот счетчик рядов он мне очень нравится он у меня уже более двух лет может уже года три вот неважно я имею ввиду что до сих пор я не меняла в нем батарейки работает исправно на пальчик надевается и большой кнопкой добавляется ряд теперь немножко вернемся к бисероплетению да если у вас есть необходимость набора большого количества бисера то вот такой вот спиннер можно купить на алиэкспресс также на алиэкспресс есть что-то похожее на спиннер только использовать это можно для вязания из бобиной пряжи но и спиннер также сюда можно в принципе вот видите вот что-то будет какая-то конструкция похожая я вам оставлю ссылочки обязательно внизу то есть смотрите когда мы вяжем из бобины то есть она у нас просто стоит где-то на столе или на полу ниточка получается у нас разматывается вот так вот из бобинки вверх и сама нитка крутится перекручивается видите вот вот видите она уже начала скручиваться и если пряжа вдруг косит или перекрут и чувствуете что она очень сильно скрученная вот такая подставочка для бобинки вам поможет избежать перекоса пряжи перекоса полотна то есть когда вы у вас будет на такой подставочке пряжа стоять она будет раскручиваться вот так и ниточка уже не закручивается она выходит прямо и соответственно в полотно тоже заходит не перекрученная вот оставлю вам и на спиннер и на вот такой вот держатель бобиной пряжи ссылочку так дальше всеми любимая пряжа пух норки различные цвета многообразие оттенков пряжа очень мне нравится я всегда ее рекомендую сама из нее вижу и долго носятся вот эти вот изделия из этой пряжи пушистой получаются теплые вот эту пряжу я точно могу порекомендовать всем без исключения единственное смотрите когда будете заказывать пряжу пух норки чтобы в состав входила вот такая вот дополнительная катушечка вязать необходимо вместе вот с этой ниточкой тогда полотно у вас будет более стабильным и эластичным будут держаться резинки и долго будет изделие носиться так еще для вязания руками очень понравились мне вот такие вот спицы на тросиках они бывают разной длины тросик то есть бывают 80 сантиметров бывают вот такие вот сколько тут сантиметров я не скажу они продаются там прям наборами я брала по моему 12 штук в наборе в общем вот эти тросики хорошие в качестве они не перекручиваются не закатываются вот в эти вот петли которые потом мешают вязанию вот такие спицы мне нравится я могу их с удовольствием вам порекомендовать далее кто вяжет крючками вот этот набор удобный недорогой очень классный на ощупь это вот такая прорезиненная ручка мягкая удобно держать у меня два таких набора один набор у меня идет от двойки до шестерки и вот этот вот набор от 0 75 до 2 миллиметров то есть вот этот набор крючков я бы порекомендовала здесь у нас в рукодельных магазинах они продаются намного дороже и еще вот такой вот набор я брала также на алиэкспресс набор классный набор удобный мне он очень нравится вот такие красивые яркие спицы сприн мелодия он называется набор отличный номера спиц нанесены гравировкой и они не стираются то есть я им вязала уже достаточно много все вот эти вот номер очки видно ярко и хорошо что не скажешь о каких-то других наборов где даже на новых спицах не разглядеть вот эти номера еще для вязания может понадобиться вот такая вот моталка для пряжи если у вас нет каких-то заводских огромных объемов для перемотки то вот с этой вот ручной моталкой очень удобно перематывать пряжу ее можно использовать не просто для того чтобы перемотать например из одной бобинки в несколько да когда мы вяжем купили одну бобинку а вязать надо в 2 или в 3 ниточки то есть вот в этом случае подойдет такая моталка можно просто перематывать из клубочков вот таких вот овальных неудобно вязать на машине если у вас например нужно распустить какое-то изделие с такой моталкой будет тоже удобно сразу наматывать то есть распускаете да и сразу мотаете ниточку вот сюда на моталку у вас уже такой красивый более профессиональный что ли клубочек получится нежели если вот наматывать вручную свой какой-то клубок вот и с этих клубочках можно вытащить ниточку из серединки и и вязать в общем это намного удобнее чем ручные какие-то клубочки такую моталку я тоже с удовольствием вам порекомендую удобно практично я использую ее очень часто пожалуй на сегодня видео я буду заканчивать рассказала конечно же совершенно не обо всем о чем можно было рассказать потому что на алиэкспресс огромный выбор товаров и однозначно это не все что там можно найти но по крайней мере если этим видео я кому-то помогу выборе то я буду очень рада все ссылочки будут внизу в описании под видео раскрывайте и переходите по ссылочкам то есть чтобы не терять долго своего времени и находить сразу те товары которые вам необходимы на этом у меня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока 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 Продолжение следует...